Добро пожаловать в Craft the World, на связи Чандер. Так, здесь тоже нужно что-то вырубить сразу. Почему ты упал? Вот на полном связи, дружище, а почему ты упал? Я не знаю, почему упал этот гном, ребят, но это произошло. Это немножко грустно. Давайте мы, возможно, они падают из-за того, что там не хватает света, поэтому попробуем для них организовать этот самый свет. Плюс, я бы, если честно, здесь вот уничтожил пашню, она мне здесь явно не нужна. Поставил бы пару стен здесь, тройку тогда уж стен, и мы бы смогли забираться тогда еще и здесь дополнительно. Неплохо? Вот и я аж о том же. Дальше, елку пока сносим. Тут пашня сносится, ставим земелью. Пока земелью, земелью. Здесь у нас был камень, поэтому мы просто строим здесь землю. Заменить камень не нужно, нам нужно вот это разобрать и тоже поставить землю. Давайте-давайте, строите вот это все. Построить земля, хорошо. И уничтожить улитушку. Так, здесь порядок. Пока порядок. Ну, спускаются они аккуратно, дальше поглядим. Факелы. Факелы мы установим как раз-таки вот по всей этой площади. Как мы еще можем не падать здесь? Ну, наверное, установить факел в этой области, я думаю. Кстати, я думаю, что тут не хватает факелов нам. Надо поставить тут и тут. Ну, чтобы был какой-то свет местный. Да, видите, он падает. Теряет равновесие, падает. Это плохо. Значит, нам нужны факелы в этой области также. Хорошо, поставим, не проблема. Идут зомбарей. Два вонючих зомбаря. И кабан. Гномы атакованы. Смотрите, он ломает. Я понял, он даже ломает это все. Но он падает, тем не менее, в яму. И оно восстанавливается. То есть, после того, как он перестает ломать, оно просто восстанавливается. Это хорошо. Лучники спокойно расстреливают. Вообще, без заморочек. Это приятно. Мозги собрали зомби. Эх, если бы вы могли их еще применить. Было бы хорошо. Так, создать. Что мы можем создать? Круглое зеркало. Зачем оно нам? Просто комфорт один. Понятно. Щит с черепом. Комфорт шесть. Вот это уже хорошо. Тут кости нужны будут. Доски. Дорого. Здесь комфорт пять. Многоярусная кровать. Давайте щит с черепом все-таки сделаем. Дорого оно, дорого. Но оно дает много комфорта. Мы их понасаем. Чего не хватает? Досок не хватает. Хорошо. Доски нам нужно тоже начать производство. Потому что их потребуется в будущем очень много. Плюс, что по стенам? По стенам порядок. Факелов не хватает. Вот факелы бы мне тоже пригодились. Давайте мы их какое-то количество сорганизуем. Пусть будут. Дальше что? Здесь книга плотника. Добыть воду здесь. Добываем плюс вот минералы. Это все... Ох ты ж. Это из-за цвета? Это из-за цвета. Кажется, что железо какое-то изумрудное. Так, надо убить паука. Нужно добыть здесь ресурсы. Нужно отправиться вот в эту зону. Они тут, скорее всего, смогут с лестницы перепрыгнуть. Я очень на это надеюсь, во всяком случае. Все, паук, ты попал, дружище. Серьезно, ты попал. Зря ты тут свои сети плел. Здесь очень много паучьих силков. Надо их убрать. Тут железо надо прокопать. Копаем уже золото, ребят. Наконец-то переходим к этапу золотодобычи. Ну, первое золотишко. Пока не более. Там разберемся. Тут могут залезть. Новое существо. Кто? Солдат нежить. Опасный. Смерть не освобождает от служения господину. Это да. Действительно, смерть не является оправданием. Оправданием для того, чтобы не подписаться, между прочим, на бусте. Потому что, ребят, напомню. Вот этот список. Именно благодаря им все сейчас смотрят ролики. Да? Благодаря нашим дорогим замечательным, потрясающим, великолепным бустерам. Поэтому присоединяйтесь к их числу. Тоже добавляйтесь, поддерживайте канал. И смотрите видосики намного заранее. За неделю, за две недели. Даже бывает за несколько месяцев до того, как они выйдут. Ну, а мы продолжаем. Так, тут мы понаставили факелов. В целом, как это будет работать в будущем. Ну, поглядим. Посмотрим. В целом, они тут могут забираться, да. И не падать будут за счет света. Света тут много. Красиво пробивают. Вот именно поэтому я и решил построить такую линию обороны. Это классно. Он почему-то вылечился. С чем это связано? Может быть, это зелье регенерации, которое мы взяли. Оно восполняет здоровье после битвы. Не исключено и вот это, конечно. Так, тут тоже золото можно добыть. Добываем наше первое золото, ребят. Добываем очень долго и тяжело. К слову, по поводу долго и тяжело. Давайте посмотрим. Плотники, фиготники. Это прекрасно все. По броне тоже надо выйти потом. Сейчас. Погодите. Я что-то хотел посмотреть. А, я хотел посмотреть в дереве технологий. Вот. Когда мы выйдем в новое снаряжение. Обработка стали. А, ну это как раз и есть у нас железная. Понял. Тогда давайте это и сорганизуем. Нам нужны железные кирки. Пять, наверное, точно. Ого. Ржавая сабля скелета. Прикольно. Железные топоры нам однозначно нужны тоже. Много топоров нужно. Штук семь пока сделаем. Деревянный посох я бы сделал еще. Штучки три, наверное, посохов. Штучки три луков. У нас там есть, по-моему, маг невостребованный. Вот. Соответственно, ему это нужно. Также нам явно нужна броня. Вот пока что займемся именно вот такой броней. Я понимаю, что кожаная броня уже скоро, но всему свое время. Эта броня в любом случае пригодится на ближайшее время. Так, мы здесь можем, кстати. Мы не зря начали тут прокапывать. Мы в целом сюда можем спуститься и понадобывать миллион железа. Это приятно. Блин, меня беспокоит, конечно, вот этот момент. То, что тут обводка идет. Я не хотел эту обводку, но она есть. Тут люк стоит как бы. Алло. Им пофигу, да? Вот дверь закрывает. Дверь является переходом. Люк нет. Грустно. Не то слово. Что мы можем тогда предпринять в данной ситуации? Мы можем поставить дверь. Поставить дверь, например, сюда. Дверь сюда. Тогда мы будем обходить, проходить. В целом, кстати, идея хорошая. Серьезно. Смотри. Мы прокапываем здесь. Это наше основное направление. Удаляем настенную лампу. Удаляем вот эту землю, кстати. Настенную лампу повесим сюда. Здесь можно уже красивые стенки сделать. Угу. Хорошо. Здесь заменяем землю, заменяем землю. Круто. Шикарно. Тут мы заменяем заднюю землю, заднюю землю, заднюю землю, заднюю землю. Пока что. Там поглядим. Теперь нужно организовать здесь спуск. Тут немножко продлим. Просто чуть продлю. И здесь мы поставим еще одну дверь. Для двери потребуется, к сожалению, суперсверхдорогой замок. Выбора нет. Придется. И дверь. А, у меня есть двери. У меня есть двери. Хорошо. Это приятно. Как тут быть? Надо подумать. Пока что надо подумать. Здесь, к слову, заменяем землю тоже. Угу. Здесь, наверное, тогда сделаем вот такую стеночку. Будет красиво здесь проходить. Дальше. Вот этот спуск, он нам как раз таки будет не нужен. Нам нужно прокопать будет вот здесь. Новый спуск. Лампу, собственно, эту настенную тоже удаляем. Чтобы с лестницы они не скидывались, нужно больше факелов понаставить. Тут, кстати, явно. Нужно заднюю землю заменять. Заднюю землю, заднюю землю, заднюю землю. Везде меняем ее. Кстати, можно вот так прям сделать. Красиво. Люк на кой? На случай непредвиденных обстоятельств. Здесь желательно бы заменить все в будущем. Там посмотрим, как будет. Ладно, пусть будет вот так. Что по кровати? Ну, я могу ее сюда поставить. Я и поставлю. Больше поставить не могу, потому что здесь, в принципе, два места. Визуально кажется больше, на самом деле всего два. Кладем еду. Кстати, еду надо бы приготовить, если честно. Давайте создадим еще еду. Приятного аппетита, кто кушает хамяч, лопает, трапезничает. У нас никогда не было ухи. И уха. Сколько питательности? Два. Питательность один. Исцеление три процента. А вот можно, да, посмотреть. Вот питательность три, например. Жареная рыба. Много ли у меня рыбы? Немало. Реально немало. Уголь, масло, правда, будет тратиться. Но будет прокачиваться рыбалка, к слову. Давайте тогда, давай, 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 понаделай. Не хватает, я думаю, именно рыбы. Пусть максимальное количество жареной рыбы у нас произведется. Будем лопать жареную рыбу. Это хорошо. Разнообразная еда у нас будет. По поводу кроватей. Как они у нас располагаются. Желательно бы заменить сами кровати на более комфортабельные. И помимо кровати я бы, конечно, еще и заменил бы здесь стеночку. Угу. Тут-то ок. А вот под ними, под ними, к сожалению, не ок. Насколько я помню. Сейчас проверим. Да. Здесь везде жопа. Поэтому копаем. Дыра? Мне показалось, или это дыра? А как ты так дыру смог сделать? Как вы это делаете? Кстати, а это прикольно. То есть мы вот таким вот образом можем копать. Ммм. А потом? А потом ничего. Потом ничего. Тогда ладно. Снесите это все нафиг. То, что выкопали, молодцы. У нас пробоина. Внимание. Пробоина. Заделывайте сразу же. Прямо этими же деревяшками можно. Ну, кто меня будет слушать, правильно? Ладно. Ой, кабанчик упал. Разбился. Умер. Почти. Нужно помочь ему до конца умереть. Алярма еще пробоина. Давайте мы знаете, что сделаем? Мы на полном серьезе будем делать земелью здесь. Еще сделаем землю. Вот тут. Новая технология. Рад за нее. Действительно рад. Потому что рыбалка открывает нам фермерство. Это хорошо. Мы рано или поздно сможем выйти в как раз фермерские угодья. Не в ближайшее время, но рано или поздно. Новое задание у нас открылось. Хорошо. Кстати, нам нужно создать клетку. Она у нас есть. Нам нужно ее просто поставить. Давайте сюда ее поставим. Почему ты падаешь? Ну с чем это связано, дружище? Ну подсвечено же все. Он решил упасть. Ладно. Поставим клетку здесь. Поймается? Хорошо. Не поймается? Черт бы с ним. Главное поставили клетку. Дальше там R или T или нет, не T. Или G или H или Y. Не знаю, F. Различные кнопки пробую. Надеюсь на то, что у нас что-то произойдет от этого. Но по-моему не происходит. Рыбалка. Раз, два, три, четыре, пять. Надо нарыбачить опять. Здесь хорошее место. Здесь всегда вода есть. Прям приятно. Неприятно, что вот здесь вода есть, конечно. Да, здесь золото будет тяжело добывать, к сожалению. Муравьи. Защитите дом. Выполнено. Хорошо. Мурашки. Ничего себе. Овечка. Какая смелая. Смелая овечка, действительно. Так, давайте попробуем здесь пробуриться. Я смотрю, гномы не особо горят желанием туда идти, но попробуют они это сделать, тем не менее. Так, здесь вот границы. Нам бы эти границы как-нибудь ограничить. Не особо это получается сделать. Так, теперь ставьте. Вот так. Тут, к слову, можно тогда изменить на... А на что? На вот такое? Да, на такое можно сделать, как полочка тогда тут получится. Очень даже симпатично будет. Так, здесь землей заделываем полностью, ребят. Тут прям полная заделка землей, потому что тут мы яму точно не будем делать. Яма начнется у нас отсюда не раньше. Поэтому тут нужно срубить и тоже землю. Ящик Пандоры, говорят. Слушай, тут ящик прям вот он, он выкопался. Собака, свинья просто, я бы даже сказал. Потому что, ну вы посмотрите, где он выбрался. Ну и на кой черт он мне там нужен? Он мне там не нужен. По-королевски, конечно, у нас есть. Открылся портал монстров. Прекрасно. Возвращаем все домой. Давайте-ка все домой именно. Казани общий сбор. Общий сбор здесь. Иди сюда. Общий сбор. Все, поставили общий сбор. Один-единственный маг. Нет, не один-единственный. И не только маг. У нас там есть. Гномов выбирать мы, конечно же, не можем. Мы можем только так. Вы понимаете? На паузе. Окей. Вам не дают возможность выбирать гномов. Потому что на паузе как бы сражаться это не то. Поэтому. Ну а так я могу же выбрать гнома. Так могу выбрать гнома. Так почему не сделать возможность. Не дать возможность реально выбирать именно гнома на паузе. В общем, странные решения. Очень странные. Но опять-таки говорю. Игра хорошая, но очень сырая. То есть лет через 30, наверное, разработчик как-нибудь сможет улучшить эту игру. Очень, во всяком случае, на это надеюсь. Так-то игра хорошая. Так, шахтеру, конечно, железную кирку нужно будет выдать. Лесоруба у нас нету, да? Может быть, когда-то... Нет, есть. У него есть железный топор. Хорошо. Хорошо. Что по снаряжению? Здесь снаряжение у него и так классное. Здесь у всех классное снаряжение. Вот у него не хватает шапки, в частности. Давайте выдадим ему шапку. Выдадим ему... Между прочим, железные ботинки. Еще одни. Класс. Выдаем. Здесь у нас как дела? Здесь выдаем шапку. И ботов хороших нету, дружище. Тут сорян. Только шапкой могу тебя наградить. У этого есть боты. У нас последние башмаки остались. У всех остальных есть башмаки мощные. Это круто. Дальше. А дальше все. Идем сражаться. Идем воевать. Ого. Летающая фигня какая-то. Да, здесь мы не были готовы, конечно. Это правда. Пауза. Низкое здоровье у гнома. В смысле низкое... Ты что, дурачок, что ли? Какое низкое здоровье? Алло. Вы о чем? Постройки атакованы. Ага. Ага. Они реально пробиваться пытаются, ребята. Они пытаются пробиться. Они собираются напасть. Они уже напали. Но мы справляемся у Кейна. То есть на полном серьезе. Мы всех разбили, пробили и... Курочку еще. Задушим. Порядок? Порядок. Остались только сильные вот эти ребята, но нам пофигу. Мужики. Бегите. Сражайтесь. Зачести отвагу. Они пытаются пробиться вниз. Гном умер. Шикарно. Просто... Просто отлично, я считаю. Это лучшее, что могло произойти. Надо убить еще вот эту Чувыру. Вот этих ребят тоже надо поубивать. Это лучники, насколько я понимаю. Так, одеть очень большие проблемы в сражении. Вот у этих гномов реально мало здоровья. Я хочу их полечить. Я это сделать... Ну, короче. Опять-таки, да, я буду на протяжении всего прохождения говорить, что игра не доделана. Да, я буду это делать. И это правильно. Может, когда-нибудь это исправится. Я надеюсь, нам нового гнома пришлют. Тот гном, насколько был прокачан. Я не знаю. Это был лучник. Это охотник был. Неважно. Потеря неважна такая. Убираем этот общий сбор. Мне надоел. Надо создать лечилки. Лечилки у меня закончились полностью. Ой. Вода, кстати. Воды нет. Ух ты. Добудем. Добудем воду. Воду добудем прям, реально. Добыть воды. Здесь собрать. Здесь тоже добыть воды. Все. Справились? Вроде справились. У кого-то низкое здоровье. Он спит. Ты дебил. Иди поешь и поспи в доме. У нас дом есть. Зачем ты спишь на улице? Устаешь. Если честно, от таких моментов правда устаешь. Просто гном. Здравствуйте. А я решил уйти в горы для того, чтобы умереть. Пришло мое время. Таков путь. Ну, блин. Прислали нам нового гнома. Давайте посмотрим на него. Это некий Рорин. Рорин охотник. То есть нам заменили охотника. Одного бесполезного парня заменили на другого бесполезного парня. Ну, пусть ты будешь лучник. Ладно. Так. Что тебе еще выдать? Давай выдадим тебе топор. Выдадим тебе, конечно, полный набор снаряжения. Единственное, башмаки еще от твоего предшественника не пришли. И коробочку тебе тоже выдадим. Лучник. Ну, пусть перчатки лучника. Могу ли я тебя вот на полном серьезе в лучника сделать? Нет? Не могу. К сожалению, не могу. Кто у нас там маг? Вот, маг с дубиной есть, к слову. Выдадим ему посох, потому что он маг. Пусть он качает магию. Качать это хорошо. Этому тогда выдадим булаву адекватную. Нам бы по-хорошему до ящика Пандоры, конечно, дойти, но как это сделать? Что мы можем еще создать? Давайте посмотрим. Сита. Для чего? Увеличивает навык мельника. Давай сделаем. Ладно, все сделаем по одному, просто чтобы было. Магический лес. Что ты такое, магический лес? Скажи нам. Заклинание вызывает мгновенный рост деревьев на выбранном участке местности. Это хорошо. Давай я перенесу его сюда. Возможно, оно мне когда-нибудь пригодится. Что еще тут есть? Интересное есть? Интересного пока ничего не вижу. Есть мельница, к слову. Жернова мельницы могут измельчать те зерна для превращения их в муку. Вот, мельница нам пригодится, ее точно делаем. Ограда фермы, к слову. Все, ребятушки, пошло-поехало. Можем делать ферму. Ура. Мука. Сталь. К слову, сталь. Прочного оружия для дверей. Кирпичи. Нужна вода. Ну, все по одному хотя бы сделать нужно. Вот так не могли, да, сделать? Ну, не могли, так не могли. Ничего страшного. Ударить настенная лампа, ударить настенная лампа, выпустить этого придурка отсюда. Постройте здесь землю. Раз корни появились, да, хорошо. Это правда хорошо. Так, тут вода добылась. Добылась. Еще можно вот тут воду добыть, если успеют. Прекрасно. Воды правда не хватает. Нужно ее добывать. Добывайте воду, ребятки. Давайте. Не нагнетай ящик. Мы до тебя дойдем, но не скоро. Пока ты не приоритет вообще просто. Дальше. Мы выстроили... Выстроили. Не выстроили еще здесь новую лестницу. Эту лестницу нужно удалять. Она не нужна. Вся. Тут заменяем землю. Тут нужно будет продолжить чуть-чуть на один. На один буквально. Вот здесь ставим. Здесь тогда тоже поставим. Стройте, стройте, ребятки. Не стесняйтесь. Ага. И здесь поставим. Хорошо, они отсюда достанут. Уже не проблема. Так, здесь очень прям красиво все сразу стало. Забавно, кстати. Гном упал. Так, и теперь вот здесь нам нужна дверь. Вот именно здесь нужна дверь. Давай ставим ее. Только для начала вот так, наверное. Вот это убираем. И здесь поставим дверь реально. Как тут сделать? Я думаю, что вот так лучше сделать. Угу. И дверь. Есть контакт. Все, здесь мы сделаем дверь и тем самым ограничим данное пространство. Тут мы сможем снести люк. Удалить деревянный люк. Поставим здесь пол. И в этом плане тоже будет все хорошо. Надеюсь. Как тут дела? Вот, можно добыть воды. Опять-таки. Вечная добыча воды в том месте, да? По железке как? С железкой все не очень хорошо. С одной стороны. С другой стороны, в принципе, пойдет. Поставим здесь раз. Все, здесь заблокируем. Тут заменили. По-моему, заменили. Теперь заменяем землю. Хорошо. По-хорошему бы. Вот прям по-хорошему бы. Ладно, давай здесь поставим. Это как бы ярус у нас. Нас это устраивает. Тут можно попробовать прокопать чутка. И я тогда сделаю стенку... Наверное, еще здесь. Прокопаю тут. Кто мой атакован? Кем? Добыть воды. И рубить. Кабаны. Кабанов, кстати, да, надо тоже убить. Это важно. Это шкуры. У нас потом будет кожаная броня, причем достаточно скоро. Ой, господи. Что с ними делать-то? Бьется здесь раскапывать. Выбора нет. Лучник стреляет. Лучник стреляет. Стреляет иногда даже по цели. Это приятно. Конечно, рыбалка. У нас тут зомби... Рыбалка. Что там? Добыть воды. Здесь добыть воды. Ребята, вот здесь нам именно воду надо добывать. Прям очень-очень нужно добывать воду. Выбирайтесь аккуратно. Тут тоже нужно добыть воду. Рыбки наловили? Вроде бы да. Пока едим вот это на питательность. Дальше посмотрим. Книга скалолаза. Ой, 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 ой. Заменяем землю. Заменить корень, заменить земля. Откопать лучше нафиг. Там посмотрим. Позаменяем все. Куда-то бегут. Это хорошо. Здесь посрубаем. Здесь высокие деревья. Это хорошо тоже. Что еще мы можем сотворить? Давай посмотрим по заданиям. Домоводство прокачать, украшения и фермерство. Ну, вот с этим сложней. И с домоводством, и с фермерством, и со всем вообще. В принципе, домоводство мы можем добить кроватями. Пока что изящные кровати. Вот пару штук мы еще сделаем. И будет красиво. У нас шкур уже мало осталось. Или эта ткань? Эта ткань. Так, сделаем. Краска нужна еще. Что для краски не хватает? Воды? Или смолы? Непонятно, чего не хватает, но мы делаем в любом случае. Стекла пригодятся. Можно немножко стекол понаделать. Все, этот процесс идет. Дом? Дом? Девяносто три процента. Хорошо. Да-да-да. Здесь, правда, почему-то линия коряво выстроена. С чем это связано, я не знаю. Но видите, как линия идет? Стремно. Ладно. Раз-два. Здесь лестницы поставим. Удобнее им по лестницам ходить в любом случае. Заменяем здесь землю. Везде. Опа. А стенки-то закончились. Делаем немножко стенок. Хорошо. Заменяем. И сюда ставим. Новое задание. Прекрасно. Какое задание? Открылась кожаная броня, к слову. Открылась стальная кирка. Ой, кстати, по поводу кирок и прочим. Мы еще железные даже им не выдали. А вы нам уже стальные. Это хорошо. Мы выйдем в сталь. Это прекрасно даже. Топор у него вот такой теперь будет. Давай прям с самого начала по очереди им будем выдавать. И я думаю, что это будет грамотно. То есть вот оно железо. Все. Для начала железо. У этого топор есть. Он лесоруб, что вполне логично. Здесь тоже выдадим топор. Здесь топор есть. Кирки нет. Здесь кирка есть. Топора нет. Здесь ничего нет. И здесь ничего нет. Не беда. Дальше. По созданию как раз таки стальных. Есть стальной топор. Для стального топора, что вполне логично, нужна сталь. Как и для стальной кирки. Для кожаных элементов требуется шкура, железная руда, веревка. Почему только одну могу сделать? Сколько брони? Броня 5. Здесь брони 4. Наряд мага, кстати. Мана 249. Ой, это прикольно. Вот наряд мага точно хочу сделать. У меня 1, 2, 3 мага, по-моему, есть. И ботинки мага. Хорошо. 1, 2, 3 мага. Так, кожаные. Ну, кожаные доспехи. Я не знаю, на самом деле, заменять, не заменять. Тут... Ну, вот броню как бы вроде бы и да. Но дорого. Что? Чего не хватает? Не хватает веревок. Ммм. Веревок не хватает. Сейчас разберемся. Где там веревки? Веревки это шерсть, ребят. Причем они делаются весьма неплохо. Длинный лук. Стальной меч. Металлический посох. Понимаете? Капюшон мага. 1, 2, 3. Капюшона мага сразу делаем. Кожаную броню остальную поглядим пока что. Точильный камень. Что делает? Навыки воина увеличивает. Возьмем, сделаем парашют. Парашют. Говорят, парашют впервые использовали орки из опасных пещер. Такой парашют убережет гном при падении с большой высоты. Пока не уверен, что это нужно. В будущем, конечно, наверное, пригодится. Пока не знаю зачем. Посох можем сделать. Из мозгов, кстати, зомбей. Прикольно. Дальность 4. Здесь также дальность 4. Здесь повреждения будет больше. Нужна сталь. Нужно много стали. Ой, тренировки появились. Как раз таки сталюха. 2, 3, 4. Не хватает железа. Все, мы выходим из режима железа и переходим в режим стали. Ну, потихоньку, правда, но переходим. Золото мы также добыли. Но не более чем. Вот мы добыли и вот мы молодцы. Так, здесь муравьи. Пока просто спустимся тогда сюда. Это алхимические ингредиенты. Тут вода, можно добыть. Здесь паук можно убить. Здесь дерево можно копать. Здесь земля можно срубить. Хорошо. Добудем, добудем. После того, как они сломают дерево, сможем добыть. Здесь и добыть воды, и срубить потом. Дойдем до ящика Пандоры. Но опять-таки, папажей моляюсь, нам нужно еще здесь пока что сделать некоторые моменты. Здесь заменить заднюю землю, заменить заднюю землю. Желательно бы как-то досюда добраться, но для этого нужно постараться. Нужно здесь лестницу построить, тогда они смогут это сорганизовать, насколько я понимаю. Они падают, в принципе, с этого. С этого помоста они падают. Но здесь, ладно, еще света не хватает. Но здесь-то вам света хватает. Но, тем не менее, они правда падают. С лестницы падают. Постоянно падающие гномы. Что же с вами не так? Напишите в комментариях, ребят, как избежать вот этого падения. Потому что писали в комментах то, что, блин, слушай, ставишь эти... лестницы, и у тебя все зашибись. Вернее, не лестницы, а фонари. Я поставил фонари, зашибись у меня не получилось. Следовательно, что-то здесь явно не так. Чего-то я не доделываю. Так, сюда не поставить никак? Не поставить никак. А почему? А, понятно, да. Нельзя. Удалить настенную лампу здесь. Повесить настенную лампу тогда здесь. Побольше ламп повесим. Это что, нет? Здесь поставим, здесь удалим. Здесь пусть будет. Сам бы открылся, если бы мог. Но ты не можешь. Поэтому сиди и молчи. Раз. Два. Три. Три. Хорошо. Три, так, три. Поставим эти три кровати. Потом снесем здесь. Ребят, ну серьезно, ну не душите. Ну снесите вы это. Ну после того, как срубают, логично, что нужно выполнить следующую операцию. Они ее не успевают сделать. Здесь уже все зарастает нафиг. А, оно остается заблокированным. Понял. Здесь заделать землю сначала. Здесь сломать. Это добыть вряд ли сможем. Нужно лестницу ставить. Так, тут как дела? Ну золото копается. Потихоньку, помаленьку, но копается. Блин, я еще даже в железо не вышел. У меня уже сталь. Тут червяк все еще живет. Тут мурашек. Не так много, кстати, мурашек там. Убейте. Убили. Молодцы. Землю поставить сюда. Я уже... Опять они отменяют. Почему? Почему красная? Что вам мешает поставить сюда землю? Ладно, снесите я эту землю. Возможно, вы не можете так поставить. Хотя, почему не могут? Могут. Может быть из-за... Может быть. Из-за улитки скорее... Да нет. Не из-за улитки. Ничего не понятно. Как было в братьях-пилотах? Ничего не понимаю. Ладно. Новые технологии военное мастерство. Нам реально нужно озадачиться как раз таки... Битвой. Битвой. Нам в первую очередь нужно для битвы все. Что я еще не прокликивал. Огненный шар. Ух ты. Ух ты. Звучит недурно. Так, на первый слот тогда пока я не забыл. Надо поставить кровати. Все, поставим кровати. И нужно заменять тогда кровать здесь. Удалить, удалить, удалить. И потом мы просто поудаляем деревянные стенки также. Лампы тоже поудаляем. Лампы потом переставим. Не страшно. А, лампы только так и могут стоять. Все, я понял. Атака гоблинов у нас пришла, ребят. И мы посмотрим, как с ней разобраться уже в следующий раз. У нас есть кто-то с низким здоровьем. Причем реально с низким здоровьем. Его нужно лечить срочно. И используем по максимуму. Пока что вот так. Благодарим наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Благодаря которым у нас, собственно, на канале видео и выходит. Присоединяйтесь к их числу, напоминаю. Вот. Для того, чтобы в титры попадать. Чтобы выходили новые видосики. Чтобы смотреть заранее. Ну, вы понимаете. Гоблины ползают. Но это было ожидаемо, что гоблины будут ползать. Это не страшно.